Ребята, всем привет! Хорошего дня! Сегодня мы продолжаем интересную серию разговоров с моими гостями, которая посвящена как раз неделе Хэллоуину. Это значит, что украшения, про которые мы будем говорить, это украшения, вдохновленные различными элементами шаманизма, это украшения, которые украшены драгоценными камнями, и эти камни обладают некой силой. И, в общем, говорим на этой неделе про драгоценности как талисманы, как обереги и украшения с глубоким смыслом. Так, вам, кстати, меня слышно, видно, потому что у меня такое ощущение, что какие-то неполадки. Ох, уже он русский инстаграм. Сейчас я приглашу нашего сегодняшнего гостя, Константина Анисимова, основателя бренда Synergems. Добрый вечер, добрый день, доброго времени суток. Привет, привет. Так, слышно меня, видно, все хорошо? Да, все отлично, слышно, видно. Надеюсь, что никаких не будет проблем с коннектом. Сегодня будем говорить на очень интересную тему с вами, украшения с элементами шаманизма, пультизма. Я думаю, что зрителям понравится, потому что это немножко нестандартный подход к теме драгоценностей. Так, ну давайте начнем с чего? Мое любимое место, да, в повествовании. Мы ничего не пропагандируем. Мы изо всей религии, и в данном случае я рассказываю про свои исследования, изучения в области антропологии, этнографии и истории. Вот, я вообще атеист, совсем, вообще атеист, совершенно. Но очень люблю выражение всех культур, в том числе и религий тоже, да. Значит, дело в том, что шаманизм, он изначально, конечно же, как культура вообще человеческая, он зародился в Африке. Именно в Африке мы жили большую часть нашего протяженности, процесса существования человечества вообще, да. И здесь зародился и шаманизм, и все культы, и, по сути, все легенды, сказки и многое-многое, то, что мы считаем исконно русским. Например, Змей Горыныч, да, это главный противник всего хорошего, с тремя головами. Ну, вот, например, сейчас я нахожусь на земле Масаев, и как вы думаете, кого убил главный масайский герой? Огромного змея с тремя головами. Правильно. Вот. Поэтому смотрите, что получилось. Изначально это все было в Африке, потом из Африки вышло. Сначала по побережью ушло в Юго-Восточную Азию, ниже спустилось в Австралию вместе с людьми, да, культура шаманизма. Потом уже, когда мы изобрели швейную игру, научились шить одежду из шкур сначала, заселили мы Европу, Сибирь и перешли в США, да. Ну, и там попутно еще Америку заселяли немножко на лодочках через океанию. Вот шаманизм и все сказки, предания, обряды, какие-то поверья вместе с людьми он заселил весь мир. Потом пришли организованные культуры, религии организованные, такие, как христианство и мусульманство в основном, да, ислам. И, к сожалению, в очень многом они строятся на деньгах. То есть для многих людей это бизнес. Ну, это не хорошие люди, конечно же, но их много, таких людей. Поэтому, ну, вот смотрите, человек мог пойти к шаману, а мог пойти, отнести денежку шаману, а мог отнести денежку, например, в церковь. Ну, естественно, церковь против. Так как во многих государствах, в большинстве государств мира, ислам и христианство стали государственными религиями, то, естественно, церковь, например, в Европе везде этот весь шаманизм очень быстренько прикрыла, да. И, к сожалению, я с детства это все копал, потому что я серьезно увлекаюсь, это мое хобби, да, я увлекаюсь историей. Я, например, хотел себе какие-то древнеславянские, всегда с детства, с самого раннего, какие-то береги, амулеты. Потом, когда я стал постарше, я хотел себе какие-то славянские, сделать татуировки наши, типа, народные, да, языческие. Но дело в том, что мы настолько долго были под христианской культурой, православие в частности, что даже никаких практически отголосков от вот той нашей богатой культуры языческой какой-то, да, их практически не осталось. Можно взять, например, книжку, которая... Это не псевдоисторики, это натуральный историк, называется «Археология Древней Руси», да, древнего Новгорода. Есть книжка Рыбакова, называется «Язычество Древней Руси». Там написано, что да, мы находим какие-то береги, да, мы находим какие-то картинки, но что они обозначают, мы не знаем совсем вообще. То есть вот с веками получается, что территория Европы и России под организованной религией уже больше тысячи лет во многих местах, да, получается, что это время достаточно, чтобы эта память, она выметрилась совершенно. Например, у нас язычество, уже этой культуры у нас нет, у нас остались какие-то отголоски в виде примет. Например, бабушка у многих из нас может в печку поставить зачем-то молочко и хлебушек, да. И когда ты спрашиваешь бабушка, а что это, зачем, она может сказать, а это домовенку, или там духу бани, да. К сожалению, то есть по сути эта культура уничтожена. Ну, то есть она не прям физически уничтожена, как многие утверждают. Скорее всего, она просто со временем сама сошла на нет, да. У нас когда-то тоже везде жили духи, в воде жили водяные, в бане жил банный, дома домовой, в лесу леший. Мы им какие-то подносили дары, были какие-то обряды, я не сомневаюсь, что все это было прекрасно и очень красиво, но, к сожалению, этого не осталось. То же самое можно сказать о странах, где воцарился ислам, да. То есть то же самое. Там практически ничего нету, какие-то остались кое-где приметы. Опять же, к моему удивлению неприятному, я был уверен, что как только я приеду в Африку, и вот я еще могу сравнить с Папуой. Я был на Папуу довольно долго, больше месяца. Я был уверен, что ну вот там уж шаманизм так шаманизм. Там все в этих воберегах, в амулетах, все про них все знают, могут рассказывать. А тут тоже все христиане. Причем настолько все христиане сильны, что и папуасы, и местные африканцы, когда я с ними разговариваю про какие-то, говорю, ну вот, может быть, вы знаете какого-нибудь дедушку шамана, или у вас какие-то истории из детства, как вы поклонялись каким-то деревьям, или там животным, тотемы какие-то у вас были. Они все, ой, нет, вы знаете, они очень сильно все смущаются. Они говорят, вы знаете, я вообще люблю Иисуса, я хожу в церковь, и как бы вот это все, я ничего не знаю совсем. Я не говорю, что это плохо, но культура утрачена. И есть совсем небольшое место на карте, это кусочек Юго-Восточной Азии, куда пришел и сохранился буддизм и индуизм. Вот по какой-то непонятной причине буддизм во многих странах буддийских не был превращен в бизнес такую акцию, да? У монаха, кроме оранжевой тряпки, например, в Таиланде у нас, а я 22 года живу в Таиланде, поэтому я могу говорить у нас, кроме оранжевой тряпки у монаха ничего больше нету и быть не может, поэтому ему нет смысла запрещать человеку выходить к шаману и нести ему деньги. Ну, потому что в любом случае, человек ему, монаху, деньги не принесет. Вот, и получается, что вот если мы смотрим от Индии и Тибета до Бали, то есть мы спускаемся сильно на юг до Бали, сначала было язычество как следствие шаманизм, то есть тотемы, амулеты, сглазы порчены говоры и все остальное, это все очень красиво. Потом туда пришел индуизм, по сути то же самое, множество богов, куча магии. Опять же, индуизм никак совершенно не перекрыл и не запретил шаманизм. Более того, многие языческие герои перешли очень красиво в индуизм. Это, например, Демон Лаху, это Хануман, наверное, слышали в Армаяне летающие обезьяны, которая там мега-каратист всех побеждает, и многие-многие другие. Я стараюсь очень коротко, да. И потом, опять же, из территории современной Индии вышел буддизм, и он, опять же, плавно наложился, получается, третьим слоем на всю эту территорию. И он принял всех героев, древнейших героев, которым десятки, а возможно сотни тысяч лет, он их принял через индуизм в себя, в буддизм. Поэтому мы ни в коем случае не можем утверждать, что вот Бирма, Таиланд, Лаос, Камбоджа, что там существует буддизм. Нет. Это очень красивая, богатая смесь язычества, индуизма и буддизма. И, соответственно, вся магия, весь шаманизм, вуду-магия, это когда делают куклы, в них тычут игровками, да? Все сглазы, порчи, наговоры, предсказания. Предсказания. Люди, которые смотрят по линиям руки. Люди, которые нумерологи сейчас так называемые. Вот смотрите, эта вся культура там сохранилась на 100%. Более того, если нынешние нумерологи в России и где-то в Европе и в Штатах учатся по книгам, то те нумерологи, они учатся, их учит дедушка с бабушкой, папа с мамой, дядя с тетей и все остальные. То есть литература практически нет. Это не письменные, это устные предания, которые передавались из поколения в поколение. В том числе, точно так же появились мастера-шаманы. Это всегда шаманы, которые делают амулеты. И вот, собственно, я когда туда приехал и все это узнал, для меня это было, конечно, мега-супер открытие. 22 года уже все это изучаю. Я в идеальном виде владею тайским, потому что он без этого никак. Как ты будешь изучать это все, если тайского не знаешь? Оказалось, что язык религии, на котором общаются тайцы внутри Таиланда, это не тайский. Молитвы, все мантры, это все на санскрите, поэтому мне пришлось учить санскрит. Я не скажу, что я прям его знаю, но неплохо в воде. И однажды, даже для того, чтобы поглубже погрузиться во все глубины и широты, я на три месяца уходил в монахи. То есть я прям побрился, мне привели все эти обряды посвящения, я одел оранжевую тряпку и три месяца был лысеньким монахом. В храме Ват Кутай Саван в городе Аю Тая. Переводится как храм-лестница в небо. А почему три месяца? Ну вот у меня были каникулы от работы три месяца лета. Это низкий сезон в Таиланде, я работал гидом в то время, в туризме. То есть у нас был высокий сезон с октября по апрель, летом была тишина, поэтому я на три месяца забрился совсем. И вот в том числе у нас прямо на территории буддийского храма были шаманы, которые разговаривали с духами, которые жили там же на территории храма в дереве, и у них можно было что-то выменить. В частности, у нас в дереве жил дух, который лечил, давал парам детей, то есть он лечил бесплодие, якобы. Был монах, который занимался предсказанием по линиям руки, был монах, который был номерологом, также был монах, который производил и продавал амулеты. Ну и когда-то продавал, когда-то обменивал, когда-то дарил по-разному совершенно. Плюс я увлекся, есть такая культура тату-шаманизм. Вы, наверное, видели у Анжелина Жули на лопатке здесь, ой, на плече тут, да? Да, да, да. Да, на лопатке, все правильно. Набиты мантры. Такие же мантры есть почти у всего Голливуда полностью, то есть начиная там с ее мужа, Брэд Питт, да, и заканчивая кучей народа, там у Брюса Уиллиса и многие-многие другие. Это что такое? Это та же самая языческая культура. Почему я про нее говорю? Потому что она очень ярко выражена именно в моих произведениях ювелирных, да? Когда ты чувствуешь, что тебе чего-то не хватает. Фотографии, которые мы позже покажем. Есть несколько фотографий, видео, которые мы позже покажем. Покажем, да. То есть ты чувствуешь, что тебе чего-то не хватает. Допустим, тебе не хватает смелости, ты нерешительный. Или вот тебе не хватает красоты. Ты вот девушка, но почему-то ты недостаточно красивая, насколько тебе хочется. Да, или тебе тотально везде не везет. Вот они верят, в отличие от, например, христианства, что судьбу всегда можно изменить. Мне вот этот момент очень нравится. Всегда судьбу можно изменить, ничего не предначертано, ты все решаешь. И шаман, по сути, это программист. Они приходят к нему. Эти люди говорят, слушай, я какой-то несмелый. Вот я мужик, а я вот несмелый. Я не могу там к тете подкатить грамотно. Собак боюсь, например, да. Работать боюсь. Высоты боюсь. Что? Высоты боюсь. Да, и он говорит, так, смотри, тебе не хватает мантры мужества. Это энергия, которая на санскрите называется амнат. И он просто берет эту мантру, такой длинной иглой, не больно, набивает на твоем теле, ее наговаривает, проводит обряды соответствующие, дает тебе для пожизненного, ежедневного чтения несколько мантр. Ну и чтение занимает там 2-3 минуты, да. И он тебе дает свод правил, которые похожи на библейские заповеди, которые тебе нельзя нарушать. И вот если ты всю жизнь не будешь нарушать правила, будешь читать эти мантры, и как бы у тебя есть эти, которые он тебе набил, татуировки, и он их наговорил, то якобы к тебе эта энергия довольно быстро придет. Есть, например, там энергия женской сексуальности, соблазнительности, называется саней. И, собственно, изначально это очень-очень древний культ война, да, то есть это очень красиво выглядит, там приходят такие, у всех тайских боксеров это есть, у всех есть тайских полицейских, военных, и у всех тайских бандитов, да. Вот, это выглядит очень красиво, я этим, естественно, увлекся, у меня много таких татуировок, я, собственно, именно с этим мастером я стал заниматься упанишадами. Упанишады, это дословно с санскрита переводится сидеть с учителем, то есть просто мы с ним сидели, и он мне что-то рассказывал. Я при этом сохранил свой атеизм на 100% совсем, то есть я не верую в себе. И однажды, наверное, лет там 15 назад я ему стал показывать картинки, что смотри, я стал делать вот такие-такие колечки, он просто исключительно хорошо рисует, этот шаман, ему же за 70, он известен на весь мир, вот к нему со всего мира люди летят, и он взял просто карандашом, сделал набросок, я вам его скинул, там такие ящерки силуэт, колечко, и говорит, слушай, сделай мне вот такое колечко с красным камнем, у меня жена стала болеть, я вот ей хочу такой амулет, но я не успеваю, потому что ко мне люди со всего мира едут, у него запись сильно заранее, я не успеваю сам его сделать, а ты мне сделай, я сам нарисую там мантры, и наговорю, проведу все обряды нужные, и тут я сначала минут 5 не мог вообще ничего сказать, потом говорю, а что, так можно было разве? Потому что я у него сам заказывал два раза амулеты, и я ждал 3 года, без привлечения, 3 года, потому что он очень сильно загружен, да, вот, я сделал сначала его жене, принес, ему понравилось, он при ней его наговорил, провел всякие обряды с ним, вот, потом он через какое-то время говорит, так, теперь мне сделай вот такой, 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 тоже нарисовал, и опять сделай, я говорю, слушай, а мне можно такое? Он говорит, конечно, можно, но, собственно, так, у нас появилось новое направление в CineGems, да, то есть, естественно, как только я сделал себе с фото, выложил в ВКонтакте, сразу куча друзей, 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 знакомых, знакомых, и в данный момент, вы знаете, у нас примерно процентов 60 заказов, люди просят, пожалуйста, или поставьте вот этот символ, или поставьте эту мантру, у меня на YouTube есть целый цикл передач о том, об этой символике именно, да, вот, но сегодня можно... Да, 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 это вот как раз его самый первый набросок, вот, ну, собственно, да, это две ящерки, смотрите, ящерка, это исключительно положительный герой в юго-восточно-азиатской мифологии, это вот из слоновой кости, это делал он сам, сам мастер, своими руками, это слоновая кость, и шкарлупа кокоса, ну, вот, ждать несколько лет, у нас чуть побыстрее, получается, это другая страна оборотная, как раз где мантры, да, вот, ну, вот давайте о значении расскажу, значит, смотрите, ящерки вот эти, называются чинчок на тайском, чок это удача, вот, они, их все тайцы безумно любят, это исключительно положительный герой всех тайских сказок, они всегда приносят удачу, помогают людям, помните, как мальчик с пальчиком, залезли они в ухо там, когда нужно было буйволу, буйвол правильно пропахал, поле, спасли главного героя, это символ удачи, удачи именно, то есть тебе везет во всем, обаяние, сексуальной привлекательности и взаимной любви, они в основном там по две, и они или спариваются, или целуются, или друг друга как-то трогают, то есть это прям вот, семья, любовь, удача, привлекательность, обаяние, то есть такой амулетик. Так, вопросы есть, или мы просто дальше можем перейти? Подождите одну секунду, сейчас Инстаграм тестирует упрощенную версию лайф, поэтому увидите, что комментариев у нас нет, ребят, кто смотрит, у вас есть возможность задать любые вопросы, вот здесь такой вопросик, есть иконка, туда пишите, чтобы я могла задавать Константину вопросы, потому что Инстаграм тестирует упрощенный вариант, у нас нет никаких комментариев, я их не выключала, но вот их просто нет. Окей, окей, окей. зрителей много, поэтому всем нравится, если вы там... Хорошо. Это, это, была водная часть, можете теперь меня спрашивать. Давайте я покажу еще ваше украшение, насколько я понимаю, это одно из уже сделанных. Да, да, это та же самая ящерка, чинчок, смотрите, такая деталь, у нее два хвостика, видите? Вот, это очень важно, два хвостика, если у ящерки, она приносит жуткое количество удачи в огромных просто масштабах. Но на самом деле, я теоретически пытался понять, как это получается. Смотрите, две ящерки между собой дрались, одна другую схватила за хвостик, дергала, она его отпустила, ну, они же сбрасывают хвост, да? Но он оторвался не до конца и повис, а потом на том же месте вырос новый. Вот, поэтому, вот, если простой человек в Таиланде видит ящерку чинчока с двумя хвостиками где кончика, его нужно срочно поймать, значит, и отнести к шаману, шаман сделает с ним амулет. Такой амулет, кстати, стоит довольно дорого. И они в это верят, они это все носят. Вот, вообще, поголовно все, все странах. Смотрите, по амулетам, есть ли какие-то, допустим, символы, которые для женщины удачны или нужны, для мужчины нет? Или тут ты приходишь и говоришь, я хочу вот на удачу, или я хочу на красоту, и тебе делают? Тут правило такое. И в татуировках вот этих шаманских, и в амулетах оно одинаково работает. Амулет обозначает то, что в нем написано. То есть, сама по себе форма амулета, да, несомненно важна, но важна еще и мантра. И вот, можно, например, вот в этот амулет с ящерками вписать, например, туда здоровье, да, или вписать только удачу и вписать мужество. Но есть, конечно же, амулеты, которые больше нравятся мужчинам, и они их чаще заказывают. Есть амулеты, которые больше нравятся женщинам, они их чаще заказывают. Ну, когда ящики, ящерки спариваются в форме сердечка, вот такого вот, да, я, мне кажется, вам не скидывал такие. Ну, мужчинам не очень нравится носить сердечки из ящерок. Вот. Но, соответственно, есть очень много, мы делаем в огромном количестве кольца. Получается, как человек мне пишет, привет, мне что-то вот не везет в деньгах, и у меня время от времени со здоровьем проблемы. Я пишу шаману, он сам уже старенький, он в интернетах не очень хорошо разбирается. Я пишу, ему напрямую, его сыну, сын говорит с ним. Шаман рисует мантры, и мы их уже сейчас лазером наносим на кольцо. Ну, например, то есть, смотрите, кольцо вроде выглядит одинаково, но мантры у всех совершенно разные могут быть. У кого-то на рождение детей и красоту, у кого-то на удачу и деньги, например, или там, мужество, отвага. Мантры наносим лазером, отвозим к шаману по готовности, он наговаривает, проводит все обряды, я, конечно же, плачу ему денежку, естественно, и дальше уже все это расходится. Ну, как показывает практика, вы знаете, носить такую вещь, даже если на 100% фатеист, очень приятно, потому что люди так устроены, что вещи со смыслом вдвойне приятно носить, нежели просто красивые вещи какие-то. Так. Вот. Как делается вот у шамана украшение на удачу, на красоту и прочее, прочее? Здесь, насколько я понимаю, самое важное, это мантры написаны, правильно? А не какого цвета камень, или что это за камни вообще? Или это тоже принимается во внимание? Тут, тут смотрите, тут все хитро. Например, кольцо с камнем и с мантрами имеет какую-то шаманскую волшебную силу, да? Если кольцо с камнем, но без мантр, это ничего, это просто украшение. Вот. Поэтому здесь все три момента важны, да? Ну, например, он считает, что просто камень без мантр ничего не дает. Но, например, если это мантры, правильно подобранный камень, он многократно усиливает эти мантры. И вот здесь очень интересный момент такой, который меня всегда волновал. Я с самого начала как бы своей жизни всегда наблюдал вот астрологов, которые рекомендуют носить или не носить тот или иной камень, или какие-то камни наделяют какими-то силами, да? Но у меня есть по этому поводу вопросы. Например, если мы откроем такой вот подобный справочник по гемоастрологии, или не знаю, как он правильно называется. Смотрите. Получается, что люди тысячелетиями наблюдали вот за эффектом, который оказывает камень на человека, который он носит длительное время, да? То есть человек десятилетиями носит, допустим, красный рубин, и ага, смотрите, чего он добился. Хорошо. То есть это информация, которую мы получали тысячи лет наблюдений. Как быть с тензанитом? Я, насколько помню, вчерашний разговор, там еще цвет влияет, да? Я к этому подвожу, что когда мы открываем вот такую энциклопедию, там, если вы будете носить тензанит, он дает вот это, вот это, вот это, потому что он вот такой, вот такой. Окей, как мы это узнали? Тензанит открыли вчера. Ну вот, собственно, в тайской мифологии, в шаманизме, или мы не можем ее называть тайской, это индоарийская, потому что она именно вот от Индии до Бали, да, присутствует полностью, и она везде практически идентична. И вы правы на сто процентов, мой шаман выбирает именно по цвету. То есть он говорит, что все темные камни, черный бриллиант, темная шпинель, черные сапфиры, они забирают весь негатив полностью на себя. Если его поставить в амулет, который изображает демона Лаку, или Раку по ведической традиции, да, это такой демон, который изначально был демон как демон, а потом он перекинулся, стал за наших. Окей. Вот, он стал, он стал добрым демоном, вот, он был, легенда Ора Маяни, конечно же, вы знаете этот опыт, он был там за наших с самого начала до конца, и вообще во многих легендах он везде, значит, за советских, за наших. Окей. Но он съедает все зло и негатив, которые есть в тебе, внутри тебя и вокруг тебя. И, соответственно, если ему дать приложить к нему черный камень или темный камень, да, то, естественно, он многократно усилится, этот амулет. Ну, а если там, по мнению шаманов моих, да, с которыми я учусь, занимаюсь панишадами, если там не будет нужных мантр и обрядов, то, по сути, этот амулет, он, ну, просто украшение, красивая картинка, и все, не более того. Вот. У нас есть вопрос, если могу задать. Мы говорили просто сейчас про ящер, про мантры, девушка спрашивает, как они влияют, мантры или вот знаки там на православных, то есть, если человек крещеный, он может какой-то амулет себе взять, как-то считается. Тут все довольно сложно. Смотрите, во-первых, я никогда в жизни не видел православных, потому что, когда человек говорит, привет, я православный, я спрашиваю, а ты по заповедям действительно живешь? И он говорит, не, ну, я, да. Следующий вопрос, ты можешь их перечислить? Ну, вот пока больше пяти из десяти заповедей никто из моих, из моего окружения пока не перечислил, поэтому, ну, это мое видение ситуации, то есть, я не знаю пока ни одного православного, потому что православие это образ жизни. Когда ты придерживаешься определенных правил, ты молишься, ты соблюдаешь посты, ты отмечаешь праздники, то есть, есть, вот, очень часто говорят, ну, это в сердце, это ведь в сердце, вот как ты чувствуешь, так и нужно. Нет, ребята, это агностики. Агностика, это человек, который верит в некую высшую силу, но не соблюдает никаких традиций, не выполняет никаких правил, да? Православие, есть очень четкая инструкция, это Библия. Нам нужно жить вот так, тогда ты православный. Ну вот по православию, в принципе, как бы, во-первых, предметы роскоши не приветствуются, любые. Если у тебя есть лишние деньги, отдай в церковь. Вот, второе, все, что связано с шаманизмом, с язычеством, с какой-то вражбой, это все запрещено категорически, вообще, любые тату, в том числе, татуаж бровей, из чего-то такого, в принципе, украшения не приветствуются, а шаманизм и татуировки, изменение своего тела, это все запрещено. То есть, это нежелательно совсем вообще, но так как сейчас православие какое-то современное, совсем другое, вот, поэтому, ну, все носят нормально, успешно вполне, и более того, и мусульмане носят эти обереги, амулеты, и даже делают татуировки в огромных количествах. Сейчас все изменилось. Вот, поэтому я думаю, что если вы серьезно себя считаете православным, при этом вам нравятся какие-то амулеты, амулеты, вам нужно пойти и поговорить в церкви, вот, с вашим духовным наставником, он вам ответит правильно, конкретно по вашей ситуации. Вот это, наверное, правильный ответ. Окей, у нас был еще один вопрос, Ната, вы писали на вопрос, он не влез полностью, поэтому я не очень поняла, что вы спрашиваете, напишите еще раз. Смотрите, у меня есть тут некоторые фотографии, интересные, вот давайте покажем примеры людей, видимо, как раз с татуировками с различными значениями. Татуировки там плохо видно, это я скинул фотку, чтобы видно было, насколько тайцы много носят амулетов. Это вот здесь виду татуировки хорошо, но видите, да, здесь и татуировки, и амулеты. Вот смотрите, сколько у него амулетов, и у этого человека тоже, да, вот как раз это очень-очень древняя традиция, индорийская, которая своими корнями исходит вообще изначально из Африки, и она, вот в чем ее уникальность, она не прерывалась вообще никогда, то есть не было периода, когда церковь это запретила, это буддийскому монаху как раз шаман, сын шамана, но он тоже шаман, да, у них семейная династия, делает татуировку на голове, прям мантры набивает, прям на голове, вот, это довольно больно, кстати. Это вот как раз мой шаман, его зовут Ачан Клоп, Ачан это учитель, Клоп это лягушка, там у всех настоящие имена они не любят использовать, это как раз кличка или прозвище, обратите внимание на количество амулетов у него на шее и на руках у него, тоже кольца все непростые, в том числе там есть кольца и моей работы тоже. То есть, в чем уникальность, не было периода, как у нас, да, когда сначала шаманизм и амулеты были, потом длительный период их не было из-за того, что церковь это все запретила, потом сейчас раз, это чуть-чуть появилось, но как бы источники утрачены, там именно в чем момент, что эта традиция беспрерывная на тысячи, возможно, десятки тысяч лет, она сохранилась, это как раз татуировки, да, вот в таком количестве, в большом, они не нужны, то есть на самом деле обычному человеку, такому, как мы с вами, три-четыре мантры достаточно вполне, мы и так красивые, хорошие, вот, так много набивают или просто люди, которым нравится эта военная культура, да, или боксеры, ну, то есть тебя в любой день могут убить на ринге, например, да, или полиция военная, или бандиты, часто очень полиция и бандиты, это примерно одно и то же, то есть это одни и те же люди, часто бывает, вот, то есть это уже чересчур слишком много. Я покажу, показать хочу несколько ваших еще украшений. Да, давайте я про них расскажу. Это как раз тот самый демон Лаху или Раху, который съедает негатив, зависть, сглазы, порчи, наговоры, дурное мышление, дурные мысли в тебе и вокруг тебя. Вот, он очень прожорливый, он никогда не насыщался вообще совсем, вот, поэтому он съедает все без остатка совершенно. Ну, то есть это как раз и есть тот самый оберег, то есть тот сам предмет, который мы называем оберегом. Это как раз языческий герой, который пришел в Армаяну, в индуизм, и из Армаяна он перекочевал в буддизм. В Таиланде, вообще в Юго-Ассоечной Азии на входе во многие помещения, буддийские храмы можно увидеть этого как раз демона Лаху, который стал за наших. Давайте еще что-нибудь. он такой страшненький, но он хороший. Он должен быть очень страшный, потому что своим страшным видом и клыками он как раз отпугивает злых духов с глазу почвы, ногово и зависть. То есть быть страшным это его работа, он за это деньги получает. Так, многие, думаю, знают вот этот еще у вас, ваш амулет. Ой, сейчас. А там у вас, да, переворачивается. Это птички. Этот амулет называется ног с антика. там, в принципе, две птички друг сна против друга и они поют. Да. Значит, это птички, которые предают тебе, то есть, это называется ног с антика, они тебе предают дара, красноречие, убеждение, умение красиво говорить и говорить так, чтобы твои слова проникали в сердце слушающего тебя человеком. Почему птички две? Потому что, когда ты начинаешь что-то рассказывать, они взлетают, летают к человеку, садятся ему на плечи и в оба уха ему поют. Вот, и поют то, что ты хочешь, чтобы они напели. Причем тоже довольно интересные истории. Вот, эту мантру, то есть, именно когда мы про тату говорим, шаман бьет не всем. Если он видит, ну, по каким-то своим критериям он определяет, что человек не совсем хороший, он, допустим, эфирист какой-то, обманщик, будет использовать других людей в своих целях, да, в криминальных целях каких-то, он может отказаться бить ему эту мантру. Вот, причем довольно интересная была у меня история. Много-много лет назад, примерно 20 лет назад, приехала девушка из России, он отказался бить эту мантру, сказал, что эта девушка нехорошая, типа, это черный человек. И через два года в новостях показали про эту девушку, что ее повязали с большим грузом наркотиков. Как бы, и посадили. Ну вот, совпадение возможно, а может быть, он действительно что-то увидел. То есть, вы знаете, я к этому отношусь очень нейтрально. Почему? Потому что философски, скажем так. Потому что, ну вот я ношу много татуировок, у меня есть несколько колец с мантрами. Он мне сказал, что если, например, носить кольцо с определенными мантрами и с синим камнем на указательном пальце главной руки, да, то есть правой или левой, у кого как, то к тебе придут деньги. Момент в чем, мы не знаем, как было бы, если бы мы этого не носили. То есть, это нужно для правильного эксперимента, нужно иметь машину времени. Вернуться в прошлое, взять другого Константина, не дать ему это кольцо, и вот, чтобы он тоже жил, да, и посмотреть, потом через 20 лет переместиться вперед, посмотреть, ага, ну вот смотрите, у этого деньги есть, у этого нет, значит, ему лет помог. То есть, для меня это больше как ценнейшая, богатейшая, красивейшая культура, которая сохранилась, да, во всем мире она пропала, а где-то она еще, пока еще есть. Вот, на Бали, кстати, тоже очень красиво. Давайте еще что-нибудь посмотрим, пожалуйста, если можно. Пока, сейчас я найду еще одно видео, тут есть вопрос, девушка спрашивала, что если ей нравятся камни голубые и синие, вот мы с вами говорили про цвет камня, по гороскопу ей лучше красные, то что делать? По гороскопу лучше красные камни, пожалуйста, есть великолепные ауи и гранаты, которые стоят совсем не ворот. А нравится ей синие? А? А нравится ей синие? А, ну вот не знаю, тогда вот не знаю, что делать. Можно сделать, смотрите, вот я сразу придумал, кстати, вообще в момент решения, делаем кольцо синим камнем, а внутри я часто так делаю, у меня, например, внутри есть кольцо, у которого внутри черепа, внутри здесь, в ободке, да, а у черепа в глазах ставлены черные бриллиантики, вот, то есть мы делаем вам кольцо с синим камнем снаружи, с красными камнями внутри, с очень маленькими, они будут стоить совсем недорого, опа, вопрос решен. Там вот девушка пишет, я извиняюсь, он нехороший, это раку, это демон, и он ничего негативного не пожирает, почитайте про него больше. Девушка, большое вам спасибо, но вы знаете, как бы, я общаюсь с шаманами, которые этим занимаются сотни поколений, поэтому я не буду с вами даже спорить, я доверяю ему больше, почему так, не знаю почему. Интересно, как у вас комментарии видны, а у меня не видны, вот инстаграм ставить палки в колеса, серьезно. Потому что я главнее. Ну, потому что вы же гости, Вась, я уважаю, и инстаграм мой тоже. Вот, да, проявление уважения, правильно. Вот. Я пока еще, у меня на самом деле разродился мой айпад, поэтому я хотела показать еще одно видео, я пока буду его заряжать. Предлагаю тогда, сейчас посмотрю, может, у кого-то есть вопросы, на которые мы не ответили. На самом деле, мне кажется, здесь довольно-таки много зрителей, и многим было бы интересно, как вообще заказать этот талисман. Вот мы столько всего... А я могу, кстати, тоже показывать картинки, рассказывать, и как заказать, в том числе я. Давайте, да? Можно? Такова есть. Вот, пожалуйста, так выглядит одно из моих первых колец с мантрами. То есть, здесь рыжий, такой оранжевый апельсиновый гранат, чернение на кольце стоит, и таким золотым цветом выделены мантры. Я... Это первая версия у меня была такая, потом я подумал, что это как-то чересчур, потому что слишком много людей видели эти мантры, про них спрашивали. И приходилось всем объяснять, и многие говорят, ты чего, дурачок в это веришь? Зачем? Ты же образованный человек. То, что это богатая древняя культура, ну, не все это понимали. Поэтому позднее мы стали делать мантры вот такие, без выделения цвета, то есть, просто лазером, или даже иногда шаман штихелем прорезал. Вот. Выглядит намного скромнее, и как-то, кстати, благороднее, да, вообще, на самом деле, получается. Ну да, чтобы о тайном смысле знали владельцы, а не те, кто видит кольцо на пальце. Да, правильно. Потом мы вышли на следующий уровень, мы стали делать эти мантры вообще внутри. И все. Про них знаешь только ты, больше никто не знает. Так, хочу вам показать еще один интересный элемент. Даже два покажу. Первое. Это листик. Он имитирует листик дерева Бодхи. Дерево Бодхи – это дерево, под которым Будда родился. Там, с другой стороны, значок специальный, оккультный, да, и мантры. Дерево Бодхи, у него листики такой прям вот формы сердечка, прям настоящего, как мы его себе рисуем и представляем, да. Под ним родился Бодда и под таким же деревом он просветлел, да. Пенек от этого дерева до сих пор, ну, якобы, где родился, под которым родился Будда, он до сих пор присутствует в одном месте в Индии. Так вот, вот этот амулет, если его правильно собрать, наговорить, он дает, что? Счастье, мир и любовь, гармонию, спокойствие внутри тебя и вокруг тебя. То есть, люди, которые, ты становишься гармоничным, спокойным и влюбленным в себя и вообще в жизнь. Ну, то есть, знаете, есть люди, которые грустные, негативные, вот все у них всегда плохо. Вот, шаман часто им делает такой амулетик. Этот амулет, он у нас, получается, пришел в эту культуру из буддизма. Так, и хочу вам показать вот еще один момент, такой элемент, который имеет под собой историю, который действительно десятки тысяч лет. Посмотрите, вот на кольце такой зигзаг, да, вот он, похож на змею, да? Так. А вот, вот этот амулет, он, вот, вот сейчас хорошо видно, да, это наше колечко. Вот этот амулет, он имеет, ну, прям такую феноменальную длительную историю, которая действительно уходит в тысячелетия. Это где-то в районе реки Инд обитало некое племя, то есть, у нас культура индоийская, что имеется в виду? Были коренные народы Индии, которые были темнокожими, ведоиды, негроиды, негритосы, то есть, они были темнокожие, кучерявые, с широкими носами. Ну, посмотрите на жителей Папуа сейчас, да, и на жителей, коренных жителей Австралии. Вот примерно так завоевали коренные жители Индии. Потом, примерно в 2000 году до нашей эры, их завоевали арии или арийцы, вот, которые, например, которым себя длительное время причисляли некие лица из Германии. Вот, но на самом деле, конечно же, они сильно ошибались, потому что по современным предположениям, арии или арийцы настоящие сохранились где-то на территории Армении, Кавказа, Афганистана. То есть, немцы мало к ним имеют отношения, но тем не менее, они принесли туда другую совсем культуру, смешались, да, и вот, и получается, что, что вот у этих еще негроидных племен было поклонение некому речному существу, который называется нага. это некая змея, у которой бывает одна голова, бывает три голова, бывает семь, девять и больше, и у нее обязательно наговорит такой длинный рог, он на основании извивается сначала, потом ровный, да, и вот она тоже всегда за наших. В частности, именно конкретно вот эта вот змея или змея-рыба нага, когда Будда, помните, он хотел просветлеть, сидел, медитировал, и там пошел сильный тост, да, она приползала, его капюшоном закрыла. Ну вот смотрите, получается, это у нас речное, тотемное животное, сугубо, исключительно языческое, пришло в буддизм, помогло Будде просветлеть, и вот этот ее рог называется уна-алон на санскрите, он стал символом просветления, именно просветления религиозного, да, развития, движения вверх и вперед, и никогда не стояние на месте, то есть все, чем ты занимаешься, ты постоянно в этом развиваешься и растешься, становишься лучше, лучше с каждым днем, то есть получается, что этот символ, он пришел из язычества, пройдя в это время насквозь буддизм, он пришел, пройдя индуизм, он пришел в буддизм, сейчас, опять же, если вы поедете в Таиланд, вообще в Восточную Азию буддийскую, во всех храмах обязательно, на крыше каждого храма, обязательно, на крыше есть коньки в форме этого уналона, он такой извилистый, потом ровный, да, и практически на каждом заборе, в каждом храме тоже есть этот уналон, на входе в каждый храм обязательно есть эта нага, она в виде речного морского дракона часто изображается, тоже с этим рогом на голове, вот смотрите, эта история, которую я сказал за минуту, да, она длиной в тысячелетия, в тысячелетия, потому что индуизму у нас около восьми тысяч лет, примерно, да, примерно, а она до появления индуизма, вот это вот уналон, и это самое нага, она существовала еще десятки, может быть, сотни тысяч лет, и получается, что этот символ такой роста, развития, и просветления, то есть ты все время растешь во всем, чем ты занимаешься, например, если ты валяешься на диване, ты даже в этом становишься лучше с каждым днем, вот, это же уникально просто, или, например, пельмени ты ешь с каждым днем все лучше, лучше и лучше, так, давайте, что у нас дальше, кстати, еще один вопрос тут есть интересный, по поводу возраста, играет ли роль возраст при нанесении мантр? Вообще, здесь довольно все странно, дело в том, что в буддизме все по-другому, и в Таиланде если ребенок, допустим, сильно болен, я при этом присутствовал много раз, да, потому что у меня был очень длительный период, лет, наверное, 8-10, когда я почти все выходные и все свободное время проводил с этим шаманом, потому что к нему прижило очень много людей, интересных со всего мира, вообще со всего мира, везде, голливудские звезды, монахи, люди больные, миллиардеры, успешные, безуспешные, потенциальные самоубийцы, то есть там был прям целый срез общества, и, конечно, было очень интересно, тем более, что я понимал все, о чем они говорят, да, потому что, ну, голливудские звезды говорили на английском, тайцы на тайском, ну, то есть, не было все доступно, понятно, так вот, считается, что самый лучший возраст для нанесения этих татуировок 15 лет, 15 лет, то есть, в это время мы своих детей можем наказать, если они сделают тату, да, а там родители, наоборот, говорят, доченька, тебе уже 15 лет, давай к шуму, и вот шаману, пусть он тебе забьет пол спины, вот, более того, в редких случаях, если ребенок сильно болеет, считается, что карма и судьба ребенка до примерно 10-летнего возраста неотделима от кармы и судьбы матери, то есть, чтобы ребенка вылечить, нужно набить тату матери, да, но еще реже, еще реже, когда ситуация совсем, там, какая-то из рук, вон, выходящая, могут набить тату ребенку, но маслом, то есть, там смысл в чем, нанести на тело человека мантру, ее наговорить, провести обряды, будет ли краска на игле или нет, это не важно, поэтому иглу окунают в масло, прозрачное просто, да, там, не знаю, какой-то из травок специальных, наносят, остается ранка, которая в течение нескольких часов заживает и все, да, а далее, вот смотрите, с 15 лет и дальше, ограничений никаких нет, я лично видел людей, которые приезжали, тайцы довольно долго живут, там 85 лет, 88 лет приезжали набить, дело в том, что тайцы очень сильно боятся внезапной смерти, то есть смерть делится на две части, если ты знаешь, что ты болен, что ты заболел, что ты на днях умрешь, ты прочитал все молитвы, ты попрощался со всеми родственниками и ты умер осознанно, это хорошо, ты уйдешь опять на реинкарнацию, выйдешь на следующий уровень и вся положительная карма, которую ты накопил в этой жизни, с тобой перенесется, если ты умер во сне, неосознанно, ты шел по улице, тебя, допустим, не знаю, кирпич на голову упал, ты попал в аварию, вот, это очень плохая смерть, это неосознанная смерть и скорее всего, все, что ты накопил за, возможно, десятки или сотни реинкарнаций, да, ты накопил там уже 999 очков кармы, тебе нужно тысячу, чтобы уйти в нирвану, все обнуляется, начинается сначала, более того, ты можешь даже не понять, что ты умер, и ты останешься на земле в роли привидения, знаете истории, когда умерла бабушка, через неделю на кухне гремит посуда, и все-таки бабушка пришла мыть посуду, господи, господи, спаси, да, вот, эта легенда есть везде, по всему миру, читается, в Таиланде считается, что это человек, который умер неосознанной смертью, он не понимает, что он умер, и он может зависнуть в роли привидения в нашем мире на сотни лет, поэтому пожилые люди, и даже старые люди, скажем так, и очень старые люди, часто приходят к шаману, есть специальная мантра, которая тебе дает высокий шанс умереть осознанной смертью, она против несчастного случая, или смерти во сне, то есть это тоже такой элемент культуры. Интересно. Ребята, задавайте еще вопросы, у нас осталось буквально пять минут до конца этого эфира, если что-то хотите еще спросить, Константин, мне комментарии не видны, если что-то в комментариях задают, у меня они отключены Инстаграмом, поэтому если что-то увидите, я читаю именно. Хорошо, тут вот пишут, Вишну Бог возлежит на Наге, Нага это самая королева змей, про которую я рассказывал, так, ну так значит, это по судьбе так положено, ребята, я говорил о том, что вот как раз буддизм ничем импонирует, что по судьбе ничего не положено, всю нашу судьбу, она вся в наших руках, только мы ее как бы меняем, и вот амулеты, татуировки, какие-то обряды, молитвы, чтение мантр, медитации, правильно хорошая жизнь, хорошо себя вести, это как раз тот самый инструмент, который мы можем поменять свою судьбу. Так, я могу пару слов сказать про то, как можно это заказать, вы начали этот вопрос мне говорить, я вас впереди, извиняюсь. Как это выглядит? Во-первых, у нас большая очередь, в данный момент, очередь по подобным заказам у меня, к сожалению, полгода, потому что Шаман, то, что я говорю, что привез, он наговорил и тебе отдал, нет, это выглядит не так, я привез, ему отдал, он может забрать на несколько недель, это изделие запросто, вообще фаза Луны не та, он будет ждать, когда фаза Луны та, и вот как бы, там, кстати, по Луновому календарю решают, когда строить дом, когда выходить замуж, когда зачинать ребенка, и очень-очень много других вещей, в том числе эмулеты. Нужно мне написать, что, привет, у меня вот такой-то бюджет, я хочу, допустим, кольцо или подвеску, я хочу вложить туда, вот примерно, такой-то смысл. Далее, я звоню сыну Шамана, он меня соединяет, ну, он, образно говоря, дает трубку Шаману, Шаман мне говорит, так, что ему нужно, удачу, здоровье, ага, вот, давай мы подберем вот такой камень и нанесем на кольцо вот такие мантры. Потом, какое-то время, я ищу камень, я, как бы делаю это кольцо, мы рисуем эскиз, потом все это уходит Шаману, естественно, какое-то время уходит на обряды, наговоры. Вот, он пожилой человек, я не могу ему позвонить, сказать, так, слушай, давай быстро делай. Да, да, да. Он не будет меня слушать, да, вот, поэтому полгода примерно. Ну, и, собственно, потом доставка, получение на руки, и можно радоваться и носить. Супер. Ребята, напишите тогда Синер Джеймса в директ, если вы хотите что-то заказать, с тому же напрямую вы договоритесь, как это сделать. Спрашиваю, будет ли запись? Запись будет, конечно, я оставлю ее в IGTV, вы сможете пересмотреть, еще раз, если вы присоединились позже. Тут, кстати, вопрос интересный, можно ли делать заговоренные амулеты в подарок? Почему? В подарок, если амулет заговорить и подарить, как будто ли. Да, смотрите, вот у многих, во многих культурах считается, что амулет, он делается только для одного конкретного человека, в Юго-Восточной Азии совсем не так. Все амулеты можно давать, поносить, передавать по наследству, дарить, отдавать, обмениваться амулетами можно, это нормально совершенно, то есть без проблем. Супер. Канкарта, спасибо огромное. Я столько всего для себя тоже почерпнула, очень много нового рассказали, интересного. Я думаю, что мы продолжим эту тему в будущем, вернемся к тому, что украшение не только красота и символ статуса или вложения, а также это много тайных смыслов, которые помогают нам улучшить нашу жизнь и подкорректировать какие-то моменты. Очень интересно, очень познавательно. Спасибо большое. Большое спасибо вам, Екатерина, вы, как всегда, прекрасно выглядите. А я тут стояла, тут кивала, я заслушалась. Но выглядело от этого не менее прекрасно. Спасибо, спасибо. Всем, кто сегодня подключился к этому эфиру, тоже огромное спасибо. Я эфир сохранил, сможете пересмотреть. Хорошего дня всем. Пока, спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok